Всем привет! Меня зовут Адель и вы попали на мой очередной вязальный влог. Как я обожаю их снимать, вы не представляете. А какая обратная связь от вас? Обожаю! Сразу хочу начать с того, что я начала вязать вот такой вот, как я его называю, цветочный топик. Кто смотрел предыдущий влог, где я прибиралась, вы знаете об этом. А кто нет, вот я как раз вам и рассказала. Я вяжу из пряжи, из которой я вязала скини шарфик для заказчика и кофту-сетку. У меня почти готов уже первый, так скажем, ряд. Тут пока у меня 10 цветочков, а чтобы мне связать первый ряд до конца, мне нужно 12. То есть 6 у меня будет спереди и 6 сзади. Самое страшное вязание этого топика, это то, что у меня осталось вот столько пряжи. Это все, что у меня есть. То есть внутри там, можно сказать, пусто. Такой хиленький получается клубочек. И я не знаю, смогу ли я закончить этот топ, потому что я не уверена в том, что мне хватит пряжи. Ну если что, сходим в магазин и довяжем. Заметила, что эти топики вяжут абсолютно по-разному. Кто-то вяжет прям маленькими цветочками и делает в несколько, прям много рядов. Кто-то делает прям большими цветочками. Я, как по мне, вяжу, наверное, какими-то средними цветочками. Я стараюсь делать максимально как на вот этой фотографии, которую я вам уже показывала. Потому что именно вот этот топик я и хочу себе. Потому что для меня, вот находя референс этого топика, это самый лучший, который я только видела. Поэтому я стараюсь делать максимально похоже. Опять же, кто не видел мой влог про то, как я прибиралась, хочу вам показать то, что вот так вот у меня сейчас хранится пряжа. И из этой пряжи в этом влоге мы с вами тоже повяжем. Вот из этого огромного клубочка и вот такого вот маленького. Это будет небольшой секретик, что я хочу связать. Но это будет что-то очень интересное. А самое главное, что это вообще штучка, так скажем, на лето. Вот так вот оно интересненько получается. В принципе, я вам так немножко все рассказала, что и чем хочу заниматься в этом влоге. Так что вам приятного просмотра. Ну, а я пошла вязать. Субтитры сделал DimaTorzok Это капец. У меня осталось вот столько пряжи и даже не доделан второй ряд. Наполовину готов. Ну что, что следовало ожидать? Мне не хватило пряжи. И нет, сейчас я иду не в магазин за пряжей, а иду на Валбрис, потому что мне пришел гель для бровей. Сегодня я уже в магазин не пойду за пряжей, потому что он находится почти в конце города. И туда очень далеко идти. Поэтому я думаю, мы с вами сейчас будем кое-что секретное вязать на лето. Из вот этого большого клубка и маленького. Вот мой гель, который я забрала с Валбрис. Иду домой. Счастливая. Потому что тот гель, который у меня был, он окончательно просто закончился. Я выдавила все до последней капли и заказала наконец-то себе новый. Как я вам вчера и сказала, у меня не хватило пряжи на цветочный топик. Поэтому сейчас я буду приступать к вязанию кое-какого летнего комплекта. Сейчас я вам подробнее о нем расскажу. Я безумно сильно хочу связать этот комплект, который будет одеваться на купальник. То есть, вот, допустим, у меня купальник. Дальше какой-нибудь топик сверху. Я думаю насчет того, чтобы связать какой-нибудь вот такой из здесь завязки. И самый главный атрибут, так скажем, и самая главная штука в этом комплекте. Это юбка с разрезом, на котором будет шнуровка. Я нашла только один референс именно этой юбки. И не находила вообще от слова совсем никаких мастер-классов, чтобы связать этот комплект. Рановато скажете вы. Но меня это не особо волнует. Я это просто очень сильно хочу уже воплотить в жизнь. Поэтому сейчас начну вязать. Сразу хочу сказать о том, что я буду вязать вот этой пряжей, которую я вам уже показывала. И крючком номер 12. То есть, буду вязать свободно, чтобы, да, возможно, у меня были какие-нибудь пробелы. Но главное, чтобы это выглядело воздушно и эстетично. Вот. Это, в принципе, все, что мне надо. А вот это вот мой бедный топик недовязанный. Мне вот не хватило вот столько, чтобы связать второй ряд. Это очень обидно на самом деле. И, в принципе, ты это уже не распустишь, потому что, ну, один цветочек это один, так скажем, небольшой кусочек пряжи. И если это все вместе соединять, ну, это получится уже фу, некрасиво. Поэтому нужно будет сходить и купить пряжу. Не знаю пока что, когда я смогу это сделать. Сегодня или завтра, или послезавтра. В общем, будет видно. Ну что, я думаю, уже стоит приступать. Я вам буду писать, как я буду вязать. И сначала скажу, наверное, да, лучше. Вязать я буду именно юбку. Мне нужно связать одно вот такое вот полотно. И буду вязать часть вокруг бедер, не довязывая до конца. То есть, получается, чтобы она не соприкасалась. Чтобы получилась такая небольшая часть, которую потом можно будет красивенько сделать шнуровкой. А по поводу топика, я вообще в сомнениях того, что мне хватит пряжи на топик. Но если мне ее хватит, то хочется связать вот что-то такое вот. Сейчас, наверное, я лучше нарисую образец, чтобы я это все, во-первых, не забыла. Во-вторых, сохранила. Я думаю, стоит приступать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девчонки, я довязала просто потрясающую юбку. Такую я и хотела. Я очень ей довольна. Хочу сказать вам про топик. Для топика у меня осталось вот такие вот два клубка пряжи. То есть, один моток я, который маленький, не использовала. И вот такой вот у меня остался с юбки. С этого огромного клубочка. И сейчас буду думать, какой мне связать топик. Я начну вязать топик, который я вам показывала и рассказывала. То есть, я вам прикладывала видео, где я нарисовала образец. Попробую связать что-то наподобие этого. Но я не уверена, что мне это получится. Точнее, что мне хватит пряжи. Сейчас буду думать и решать, что мне делать. В общем, девочки, я связала топик такой, который хотела. Но есть один нюанс. Сейчас я вам покажу. Вот получается этот шикарный топик. Вот так он будет носиться. Тут будут завязочки. И для этого нужно, чтобы он не спадывал из-под подмышки, так скажем, нужно хорошо его затягивать вокруг, получается, груди. Тут такая проблема. Вроде я вязала, прикладывала на себя, не затягивая. Было все хорошо. Но по итогу, когда я уже полностью примерила и уже так закрепила, чтобы у меня он не спадывал, он с меня спадывает. Он получается у меня меньше на вот эту часть. То есть, чтобы он хорошо сидел, мне нужно вот это вот убрать. И сейчас, что я вам предлагаю? Предлагаю сделать так. Я свяжу идеально ровный топ для меня, который идеально мне подойдет. Но вам процесс я показывать не буду, потому что вы уже весь процесс увидели. И я не думаю, что вам будет интересно смотреть все то же самое. Просто я буду делать намного меньше прибавок и намного меньше убавок. Поэтому пошла я довязывать и покажу вам конечный результат. Дорогие, во-первых, да, я вот в этом вот месте, вот в вашем любимом нахожусь, если это можно так назвать, конечно. В общем, привычной для вас обстановки. И у меня есть две хорошие для вас новости. Первое, ну и для меня, конечно, первое, это то, что я довязала свой комплект, и он мне просто безумно сильно нравится. Пока что я не знаю, как вам его показать. Возможно, если надумаю, то покажу. Если нет, то вот только такие кадры у меня получились. Все-таки это одевается на купальнике, и лучше показать на купальнике. Но я не готова к этому, поэтому вот так. И вторая новость, я ходила гулять с собакой и с мужем, и мы зашли за пряжей, поэтому у меня пополнился мой контейнер. Вот она, пряжа. И мы довяжем с вами этот топ цветочный. Я очень рада, я очень довольна. Сейчас я вам покажу кадры с прогулки с собакой, и потом мы будем начинать вязать цветочный топик. Ну что, вот так мы сегодня хорошо погуляли, и сейчас, чуть попозже, нам предстоит точно такая же длинная, веселая и интересная прогулка. Вот, тоже пойдем с собакой. На улице сегодня просто шикарнейшая погода. Ну, а я начинаю, точнее продолжаю вязать свой цветочный топик. Субтитры сделал DimaTorzok. Последний кадр был с сушки топа, где он лежал на ровной поверхности и сушился, а сегодня уже день следующего дня после стирки этого топа. Я его постирала вечером, за ночь и за утро он высох, и сейчас я вам его покажу. Вот он мой топик. Я красивенько разложила листочки, чтобы он высох так, как надо. Но сейчас я буду его все равно гладить. Кстати, забыла сказать, что я уже переоделась в рубашку. Обычно с чем носит этот топик. Вот я буду сейчас гладить топик, но я не погладила рубашку перед тем, как ее надеть. Гениально. Сейчас я буду мерить этот топ на себе. Рубашка мне, кстати, немного маловато, хотя вроде нет, но она сидит так странно. Я привыкла немножко к оверсайз вещам, поэтому у меня немножко странна такая рубашка. Давайте я отойду, и сейчас мы посмотрим вместе с вами результат. Пока что я тоже ничего не вижу, что у меня происходит внизу. Какая красота! Тут немножко повисли цветочки. Ну и пришло время прощаться. Этот влог подошел к концу. Хочу попросить у тебя поставить палец вверх этому видео, если тебе понравилось оно. Написать в комментариях, вязала ли ты вместе со мной. И подписывайся на меня. Давай вязать вместе. Дальше больше. Дальше.